добрый вечер сегодня мы хотим о чем-то посвятить вас в одной секретнейших тем сразу несколько причем тем ну я почему сейчас вот решился на это потому что я их так немножечко освещал вот обычно после этого идут какие-то гадости на меня вплоть до покушения там утравят или проткнут или авария сделают очередное вот еще какая-то гадость происходит там в общем-то люди-то извращенные так они сразу убить не могут потому что жрец за жрец отвечает весь род убийцы вот поэтому делается посредственно посредом не всегда получается как хочется и ну и вроде не было ничего такого поэтому я хотел как раз вот рассказать что было девятнадцатом веке какие были ну сейчас для это конечно секреты в принципе это была обычная жизнь вот ну начнем с простого самого про которое я очень много всегда говорю но не говорю всегда сути вот понятия вижу и не и вежды но сейчас говорят что этих понятий нет у нас в русском языке сохранились вот невежда и сохранилась и невежа ну как бы он для нас это сейчас одно и то же в реальности это разные вещи вижу это фактически равное расстояние временные между какими-то действиями в течение суток там в течение шеренницы месяца года вот это называется вежами а вот невежа это означало человека который в общем-то отказался от бессмертия потому что у нас бессмертие достигался с помощью веж это необходимейшие условия для того чтобы организм человека сделался упорядоченным а мы говорили что упорядоченность это принципе характеристика божественности то есть если вы точно знаете час рождения и можете от этого часа плясать берете например число 8 делим им 360 градусов или 24 часа вы получаете соответствующие вижу или в градусах если это 360 градусов или в часах вместо это сутки но сутки нас ведь естественный цикл вот и мы ему подчинены и естественно нам надо брать или сутки или год но если мы сделали у себя вращение искусственных периодов жизни цель месяца сезона три месяца или года вот это тоже естественный цикл вот мы себе обеспечили тем самым закрученность наших естественных циклов и искусственных циклов то есть появление новых времен как правило связано с появлением новых сознаний которые как правило наши предки создавали их из у своих но сейчас говорят тонких двойников над неправильно потому что в действительности у нас двойники они плотные потому что они более высокочастотные а чистота высокая чистота уплотняет пространство и естественно у них плотность настолько высокая что мы нашем физическом теле для них как воздух мы проходим через них через их плотность но они к нам привязаны и душа и дух это тонкие считаются тела наши но они не тонкие в реальности они плотные вот матрешка ножа и случайно складывался все больше внутрь и внутрь а наружу не наружу вот наше основное тело наше физическое тело это вот оболочка главная остальные все тела в нас находятся вот и вижу если вы берете тем более число которое связано например с вечностью но у нас видите ведь самое основное до действо это принятие пищи на сегодняшний день и если мы берем например число 8 связано с вечностью она поэтому и обозначало вечность и описать и писалось так вот ура вот до сих пор восьмерку пишут как знак бесконечности а у нас я просто это на папа вот но тем не менее она от этого свойства их не потеряла вечность если вы разделите на 8 24 часа то три часа вот если вы начнете есть через каждые три часа вот ну естественно ночь вы можете не есть но это только первые три дня первые три дня надо исполнить все вехи но вехи это точки между вешами то есть для того чтобы возник условный рефлекс нужно нужно три повторения четвертый не надо делать то есть не надо ночью вставать вот вы сделали и в принципе вы закрепили все эти вежи вы закрутили сутки вот начинайте считать от дня вернее от час своего рождения но если у вас вся семья перешла на вежевое питание ну тогда можете любую взять число организация подстроиться но всегда интереснее делать чтобы у вас фаза не было фаза но а тут будет фаза потому что мы все свои поступки привязаны часу своего рождения к часу своей силы и вот и через каждые три часа допустим вы начали есть девять часов девять часов родились утром его с 9 вы начали 3 часа значит следующий период пищи 12 еще один это будет 15 18 но вере 18 да и 21 ну 20 не может уже не есть 4 достаточно остальные можете не есть можно конечно 5 потому 6 часов утра поесть так называемый за утренник но в том что каждый час был связан со своим со своей формой принятия пищи каждый час имел название не только обед ужин там поужина ползник завтрак там обед мира и да и да просто это все название приема еды и каждый час у нас был связан с тем временем названием приема пищи так вот когда мы начинаем таким образом питаться мы выставим в организме порядок предлечения возникает предлечения и поскольку человек к 3 жидкий кристалл а упорядоченные кристаллы все имеют свойства сверх сверх проводимость сверх пластичность сверх текучесть так далее и мы тоже начинаем потихонечку приобретать эти свойства другое название невежда она связана с понятием вежды вот если вежда была связана с бессмертием человека наши предки были бессмертными начиная от геккотанхейра в первой цивилизации на земле продолжение титаны продолжение исполины наконец план все еще было у нас идеология бессмертия она была закрыта ее нельзя было демонстрировать потому что без бессмертия были наказана в свое время апокалипсисом вот так вот вежды это было связано с эволюцией человека то есть вежи это еще раз напоминаю одинаковые промежутки времени вежды они нет арку арка это какой-то временной тоже промежуток который связан со способностями с событиями какими-то с возможностями ну то есть у него разные функции и мы если хотим их приобрести способность возможность там какое-то событие до того что всех есть своя временная мера временная мера который кстати называлась верой но сейчас вера вы знаете что означает неправильная интерпретация так вот вежда фактически была связана с нашими мерами наши меры это вот естественные рычаги нашу-то ладонь ну так она и была в ладонях длани говорили мерили длину аршин это ширина наших плеч в аршинах мерили ширину вот сожжение и казая сожжение ну сейчас говорят касаем про наказаем потому что у нас расстояние каз между глазами и 12 коза входит как раз длину нашего позвоночника так вот длина нашего позвоночника казая сожжение она была связана с эволюцией человека потому что когда мы едим например то же самое по веждам мы очень-то закладываем куда свою способность возможность отсутствующую у нас она появляется если мы используем свои меры вот наши меры всегда они лежат в основе всех наших возможностей способностей функций ну и так далее потому что мы другое принять не можем наш организм принять другого не может только через наши меры или допустим через синусы там косинусы которые тоже работают с нами но при умножении нашей меры вот именно через синусы косинусы мы могли загнать все божественные углы божественные возможности потому что каждый бог ну числа бог он имел свой угол когда 350 градусов делить на число бога мы получаем угол бога и берем его синус или косинус вот но синус это точно божественные связанные с вертикалью роста потому что синус всегда направлен кверху а косинус он всегда направлен по горизонтали с людьми с природой с животными с растениями все по горизонтали и наше отношение но мы ты тоже регулирует и уж переводить на божественной новыми на через косинус вот если мы возьмем нашу меру любую а наши мира не определялись через магическую окружность магическая окружность длина ее наш рост ну окружность вы представляете это 2 пи р р это радиус но 2 пи это количество регион в окружности и вот если мы берем нашу меру выражаем ее в углах наши меры угловые назывались и ганашами вот ганаш наш мир он всегда связан с нашей какой-то возможностью потому что любая способность любая возможность любая функция она не проявляется не потому что ее нету а просто нет энергии чтоб она проявилась а чтоб она была этой энергии надо насытить ее через стимуляцию нашей меры нашей угловой мир вот мы насыщаем таким образом и получаем возможность проявление других функций других возможностей способность или раздвигания наших значит диапазонов видения слышание чуя не обоняние и так далее то есть мы можем таким способом увеличивать свои возможности в этом суть совершенства а для того чтобы это все получалось ведь у нас с детства самого рождения эволюция блокируется блокируется с помощью прививок блокируется с помощью вот этих пеленаний ребенка ребенку не дают главное находиться в позе эмбриона это когда ребенок родился он продолжает находиться в этой позе в какой он был у трубе матери то есть он кладет на ручки головку встает на колени и вот кладет головку это поза эмбриона это поза эмбриона в ней он развивался и в нем продолжает развиваться сейчас если человека попробовать поставить в эту позу да он не и 10 минут не проявляется в ней у него начинают текать руки начинают текать ноги то есть он не приспособлен к этой позе то время как вот анты но это люди обезьяны вот их находили лирбище их находили спящими в позе эмбриона они до сих пор так спят это естественно поза поэтому они развитие чем мы хотя они волосатые некоторые даже хвосты есть это не показатель что они примитивны показатель того что мы просто не знаем поэтому невежда слово обозначало как раз невозможность эволюции для данных людей вот и поскольку у нас противостояние всегда было православия да и вот это навязаны на сегодняшней религии причем она все время менялась в кучу сторону там убирали все ну вот перевоплощение убрали да вот ником убрал убрали значит волшебные одежды у нас 18 где-то самым скромным подсчетом был реформ нашей древней веры вот не фантастик не фантастик это в принципе когда брали волшебную одежду вот но не к нас к это когда пока на кона отменим уже по конам жили испокон веков да вот но и переплачение убрали вот потому что так он связан как раз переплачениями и вот негарская да когда нас письменно собрали вот негарская реформа убрали торжественную письменность который сейчас еще в египте у куптов сохраняется ну ты сейчас не в этом речь вот поэтому если мы хотим снова вернуться к истокам нам надо вернуться жить по вежу и жить по веждам вот все это составляет ряды ребят не должны меняться и наши предки же они же были порядочными людьми потому что они жили по этим рядам по вежам и веждам когда одно и то же число повторяется то ряд праве когда несколько чисел повторяется это ряд слави поэтому нас православие но она еще и по другой причине потому что у нас было управить что они у слави числу 6 поэтому число 6 его всяко опускали ставь у нас вычеркивали вот шестерка в тюрьмах стало очень-то негативным числом а вообще именно правь и славь они составляют формулу простых чисел а простые числа как показывает практика лежат в основе нашего мироздания правильные фигуры платоновые тела они все если туда вписывать допустим круги кружочки вот ну или выстраивать из шариков какие-то фигуры платоновые там мы их много не низко видов вот мы получим всегда простое число и вот формула простых чисел 6 н плюс минус единица то есть славь и правь то есть православие это фундамент мира фундамент мироздания и поэтому мы будучи православными людьми в общем-то впитывали в себя ну то что сейчас называют наукой и то что раньше называлась тривий она в общем-то позволяла нам и совершенствоваться и жить вечно теперь такая вещь как светцы светится это вообще название и якобы ну как сейчас считается это название которое держал лучину лучина причем сейчас нам рассказывать что это такая вот палочка подпаляет и вот она нам светила ну да свист художественный причем на львы мы даже это вот смотрите сколько дворцов там не видно этих подсвечников но если реконструкцию не конечно не пошли не прошли если были бы там свечи горели весь потолок бы был в копоте там этого нет то что лучина это в реальности субстрат состоящий из светящихся бактерий и когда много бактерий но я вам покажу как они выглядят их музеях этих вот видимо-невидимо вот тут вот полено мне вот в колот и вот лучину поставили палку и подожди с одного конца но это держатель да но он держал личину которая светилась причем свечение это ну вообще это род светящихся бактерий они водные то есть у рыб там осьминогов эти бактерии встречаются но те реально они могут светиться вот так вот свечение было не одно у нас дело в том что вот эти тонкие энергии ну как мы сейчас говорим тонкие там цитам все но сейчас ну говорят дачи хотя че си ци о китайцев тонко тоже у нас то все разные виды свечения и у нас эти свечения были связаны с названиями вот этих светящихся бактерий потому что разные субстраты давали разное свечение разную частоту а что такое вот эти вот стучины что такое биологическое вообще свечение это свечение которое позволяет вот этим вот фотоном корпуском как раньше говорили двигаться с разными скоростями не за скоростью 300 там или 400 даже километра километров в секунду за скоростью там 100 километров 200 километров без 1000 а вот эти вот все вещества мы знаем что свет он ждет частицы электроны и оказывается если свет с меньшей скоростью нужны другие частицы и вот эти частицы они шли на строительство тонких тел у нас смотрите вот известное название наших энергий же хи-фи-ми-ли-пи-чи-си-ци девять энергий и каждая энергия она имела свой свет и в русском то языке сохранились а ну например же такого нет жар или например люминесценция то сильнее энергия или флюорисценция фи энергия мерцание энергия свечения чей энергия сверкания ну то можно сись связать то есть даже название есть еще но они конечно изменены но тем не менее они присутствуют и вот смотрите если мы посмотрим тех же самых антов ну или инопланетян анты например могут спокойно порвать человека пополам отрывать ему руку голову но то очевидцы принципе об этом рассказывает нам те же инопланетяне кота их пытается взять в плен одеть на них наручники вот они легко рвут этим наручники эти цепи и спокойно уходят и вот это как раз связано с тем что они питались вот этой энергией света у нас начале девятнадцатого века сразу после первой революции русской ну или там пятой в действительности революции российской империи вели постоянный ток и он пробыл у нас аж до шестой революции ну тогда революции 1917 года когда вели переменный ток ходе переменный ток он был не экономичен то есть постоянный ток он течет себе течет а тут пришлось делать трансформаторные подки вот повышать понижать вот напряжение а зачем это было сделано причем вели 50 герц обсе ангерс как ни странно совпадает с частотой бета-ритма нашего мозга это наши эмоции но это в европе в россии 60 герц разрешили иметь японца и американца но и в реальности этот бета-ритм который в общем-то сдерживался этими частотами у нас у индийских святых чистота бета-ритма достигает трех тысяч герц то есть насколько они эмоционально могли быть продвинутыми а у нас человек не может выскочить из этой частоты 50 герц и все то есть творчеством было заблокировано творит творчество этой эмоции у нас же еще 19 веке тысячами было гормонов открыто я не знаю как в этом веке вот но тысяч ты сколько было эмоций какого было разнообразие а нам все заблокировали этим переменным током внедрив место лучи вот именно разные деревья ну прежде всего конечно священные деревья которые заражены этими светящимися бактериями дают эту возможность свое время мы делали но мы делали культиватор и садили этих бактерий а культиватор это питание этих бактерий то симптом очищали воду то есть срывали вот и питательный раствор подавали вот свечение было но ярче всего то сильно они должны погибнуть от этого правда нам пришлось прекратить эти эксперименты по ряду обстоятельств и тем не менее девятнадцатый век был весь освещен и все что нам сейчас рассказывают про это что там свечами лучинами какими-то подожженными освещаем свист все да я не докончил вот эту тему связано со свитцами светец это старое название но но кстати сохранилось и вот это название вот этих вот вы можете посмотреть что они были сразу несколькими представлены лучами можно сказать что это одна и та же как бы чистота в действительности были разные но здесь видно что мы тоже можем сюда закрепить но на сама оставляется и крепится вот такими ответвлениями да а вот это уже подсвечник тут на него не смотреть вот здесь тоже мы видим или вот такое тут тоже видно что здесь разные были здесь плохая видимость но в общем то здесь можно разные лучи наставлять то есть одновременно питать все наши тела и все тонкие энергии проявлять вот здесь вот видите здесь как бы можно сказать один вот тут ну тут с украшениями но вообще это тоже свится вот но тут вот видно что можно по несколько вставлять сразу этих бактерий достаточно проблема заразить посадить их на какой-то питательный субстрат но это обычное дерево но его надо потом было не живым но обильно смоченным еще одна но как бы не друзья то что не имеет объяснение на сегодняшний день это связано с нашими чакрами но это индийское название у нас название чары вот и почему чара или чарки чара чакра это вообще сосуд считается да но и нас тоже чарка сосуд и чара тоже сосуд вот но у нас есть чара отношения да но не через разные буквы описались для нас то сейчас это одно и то же но до разные понятия именно из-за того что у нас все реже вы выбрасывали буквы лишние якобы вот система чакр индийская она достаточно простая на сегодняшний день почему она такая но начинается у нас от хистана не вернем нас начинается монтхара 4 лепестка она внизу находится в реальности эти все чары или чакра они совпадают у нас железами внутренней секреции но причем вот эти вот железы которые сейчас их не проходят 19 их проходили еще на медицинских факультетов университетов вот ночи не проходит дальше у нас идет свадхистана сначала дед молотхара 40 лепестка а потом идет значит свадхистана у которую у нас два лепестка откуда они у нас получились дело в том что вот у нас основное понятие дали православие магическая окружность которая представляет из себя длину нашего роста это магическая окружность и и все миры все наши рычаги они укладываются вот из помещается эту магическую окружность соответственно имеются и точки арчи и какие но это ладонь да это пальцы фаланги это вершки это локоть это плечо воршин сожжение косая сожжение ну как сейчас говорят вообще так про наказать сожжение потому что мы вот расстояние между зрачками газ называется его 12 казов у нас укладывается позвоночник поэтому казая сожжение это длина позвоночника но сейчас говорят что рука сюда а туда это касается вот а сожжение так как раз человек когда сидит от копчика до сожжение до макушки вот это сожжение он сидит потому что на сожжение мы грели мериться рост высота так вот простая у нас схема начинаем измерения от ночи макушки и до копчика в копчике у нас находится железа копчиковая железа так называлась но сейчас ее не изучают вот но этот как раз может хара возникает почему у нас вот эти на этой нашей вот окружности до магической каждый бог имел свое число имел свои точки вехи ну сколько у него там вот если человек в коробочку сделается у него получится магическая окружность то есть коробочка когда у него затылок коснется его пальцев ногами когда замыкание происходит вот и каждый бог упала там 24 числа и вот 24 вехи ну 25 так получается потому что у нас там кончики пальцев и макушка и макушка они как бы замыкается одна получается веха так называемая . веха там рот идет 23 до 23 значит энергетики энергетических центра как сейчас говорят да вот дальше там идет 22 22 велес это же значит получается так называемые вижу да и вехи и вот в этих вехах идет закручивание энергии и поэтому не представить себя мощные энергетические центр или силовые центры они позволяют фактически эволюционирует эволюционирует человеку но самые сильные это те которые связаны с нашими мерами то есть сожжению косое сожжение плечо маршином локтем с ладонью пальцем там дюймом вершком у нас мер основных которые мы используем в первом коне вот они у нас сдают эти чакры как горят индусы или чары как говорим мы ну причем они связаны у нас с богами естественно вот смотрите вновь раму вы сказали но у нас получается вот когда мы над у нас тело человека да учет нарисован вот начинается младхара свадхистана нам здесь тоже представлена цветами у нас 7 цветов считается да ну это неправильно всем цветов свет разлагается там 16 очень четко выделяется цвету это даже как бы любой простой человек не обладая особым зрением может выделить этих 16 цветов ну пусть даже 7 вот цветов они начинаются от красного и кончаются фиолетового но здесь у нас понятно что не всю у индусов ушло потому что начало сожжение будет касая сожжение потом идет аршин вот аршина нас как раз приходится где-то на манипуру дальше идет плечо плечо это у нас уже анахата вот анахата дальше идет у нас локоть это шутха но причем у нас шутха тут тоже жили сюда вот смотрите свадхистана значит это как бы молот хора понятно это у нас копчиковая а вот свадхистана это у нас локовые железа не парные но их тоже не изучают сейчас школах и институтах манипура это у нас в общем то там есть средне сердечная железа и тоже не изучают вот потом у нас идет вишутха вишутха она 10 на филочковая железа но у нас там локоть а у локтяна мы знаем там лучевая и локтевая кость вот и поэтому там движение железа 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 и щитовидная а поскольку у нас значит троян он стоит из трех боков да там входит балабах и чарабах но сейчас для черный бог и черный или зле бог и потом добрый бог ну или белый бог такую значит нам утку вкинули ну и мы понятно пролотили ее а действительности было связано с теми богами которые с рациональными и с рациональными чистыми связаны были вот и поэтому у нас была щитовидная пара что видно вон два бога чара бог было бог вот потом была ладонь вот ладони на приходилось у нас вот где-то сюда и это как раз в мироназальный орган у нас у многих людей уже сейчас нет практически там одна ямка так он выстилает весь все дно носа он от не только принимал у нас запахи но он излучал их еще вот то есть это но как бы гормоны или феромоны наружу вот и у нас действительности вот это вот зона как раз вот и для изучения феромонов она именно носогубная складка считается мужчин и женщин мы их не чувствуем сейчас но большинство не чувствует она мы их имеем тем не менее вот дальше у нас идет то есть этой железы сейчас нету у индусов нет потом у нас идет палец палец как раз приходится где-то вот на аджуну аджуна здесь у нас внутри эпифис но письмо практически сзади находится а потом идет у нас дюйм дюйм это можно считать значит турция касселя это где находится гипофис тоже важная железа для нас которая все всем управляет и вот дальше идет у нас вершок это сахасрара считается на но это уже самая высокая железа у нас это уже сейчас не изучают но она у нас принципе это . где у нас соединяется плащаница и продолжение нашего спинного мозга вот ствола и там у нас как раз располагается много центров зрения которые тоже не фиксируются как зрение ну там опасно исследование в действительности продолговатый мозг если заденешь там человек может потом уже на всю остаться коллегой поэтому это все не исследовать вот и вот здесь у нас все попутано у нас сначала идет ли лили чара то что соответствует младхаре лили мне два лепестка здесь если смотреть у индусов у них 4 лепестка не соответствует вот дальше у нас идет жиль чана но это казалось совершенно вот у них 6 лепестковая чара а у нас семьи потому что же лимит число 7 дальше манипура до аршин у нас таня чара и она и имеем 12 число у них она у них 10 лепестковая чара дальше идет анахата вот она 12 лепестковая чара а у нас анахата это разве газ на 5 не совпадение если предыдущие 12 до то у них только 10 потом у нас идет вишутха это шестнадцатеричная чакра но у нас вишутха там опера берегине тут два бога и троян вот потому что 2 у локтя 2 2 косточки поэтому такое разделение утра на числу 3 треугольник а у берегине 10 это 10 лепестковая чакра должна быть по индуистским понятиям у них шестнадцати наконец вот аджина у них 2 2 лепестковая а у нас аджина это кострома кострома чара и у нас 8 лепестковая чакра то есть тоже 5 не совпадения ну и наконец вершок но тут они хану пропустили пропущены этого цена чара да вот оси марта у нас 7 лепестковая но у них соответственно как аджина это 2 лепестковая сахасрара у них тысячелетный лотос ну или чакра вот вот видны несовпадения но эти несовпадения они идут именно того что нет теории создание этих чакр чакрамов как они горят вот а у нас чар но цена чара у нас как бы но одна из высших потому что на дюйм вот вершок то что соответствует сахасраре у нас 200 чара вечера тоже неизвестная железа мы закручивали с помощью крыжи мы то еще будем рассказать рассказывать про эти способы как это все делается и как это правильностью получать и дело в том что еще у нас органы они имеют свою работу определенные когда на когда они активны то что сейчас там говорят ну они же что горят что печень там сейчас до трех до активность ну каждый орган бы за ней вот выбрали по два часа 12 значит органов и вот они расписание что они имеют разную активность ну по два часа до дальше там мочевой пузырь ночью мы каждую ночь пришли в себе в туалет и нет то есть это даже при первом рассмотрении понятно что нас обманывают у нас вам работает по-другому вот смотрите например легкие у них считается работают с трех часов до пяти из пяти до семи у нас толстые кишки 7 до 9 желудок селезенка с 9 до 23 дальше сердце с с 11 до 13 но это про формация у нас в реальности работа как начинается человек начинает есть пищу у него включается пищевод и желудок активизируется в этот момент потому что ну реально начинает работать дальше у нас активизация приводит к активизации после пищеводом до и желудка активизируется падеже водка а потом уже активизируется печень золочной пузырь потом тонкий кишечник Km активизируется потом селезенка А вот зелезенка активизируется, потому что пищу надо нейтрализовать. И она начинает активно производить белые кровяные тельца, которые отступают, обволакивают кишечник. Почему он белого цвета? Он белесого цвета при скрытии. Дальше у нас идет толстый кишечник. Кишечники сердца, они включаются одновременно, но и начинают включаться почки. Почки, потому что идет процесс всасывания с одной стороны, выделение печенью. Вот выделяют клетки все, которые начинают питаться. И потом уже мочевой пузырь. И все это происходит не за 24 часа, не в течение 24, а за время переваривания пищи. Если вы съели пищу, которая перерабатывается за час-два, ну, значит, это все надо рассмотреть в течение двух часов. Причем все зависит от состава пищи. Ведь у нас сейчас в основном углеводы в пище, да? Потом у нас немножко белков, ну и практически нет жиров. Вернее, они есть, но они нами не усваиваются. Они в основном отлагаются. Это трансжиры так называемые. Но подвергнутые термической обработке жиры, они не усваиваются. Они могут только отлагаться. Если мы будем считать, сколько у нас там углеводов, сколько углеводов перерабатывается, сколько у нас белков, сколько они перерабатываются, мы можем посчитать, за какое время вся пища переработается. И вот за это время желательно, чтобы мы сразу после этого, как она переработалась, начали есть снова. Ну, потому что пищеварительная система, она не должна простаивать. Она должна все время работать. А у нас в силу того, что человек переедает, а переедает он из-за того, что у нас вели обеды специальные, да. Ну, когда работали люди на полях, они ели тогда столько, сколько надо, ну, сколько они хотели съесть. Вот. Их столько раз питались, у них возникал рефлекс пищевой, и когда они понимали, что они проголодались. У них не было так, что вот в два часа там обед, и вот ты умри, но ешь. Все было, так сказать, автоматически. Из этого у нас получилось, что до обеда человек проголодывался очень сильно, и в обед он съедал, конечно, больше пищи, чем нужно, чем положено. И желудок у нас расширился, в конце концов. Сейчас он больше у нас той же самой. Поджелудочной железы, ну, где-то в шесть раз. Он перерабатывает белки, вот, печень он перерабатывает, жиры, а она полтора-два килограмма весит. То есть мы должны, по идее-то, есть больше всего жиров. Но сейчас жиры невкусные. Ну, у нас где жиры? В основном орехи остались. Ну, и некоторые семена. Конопля та же самая. Лен. Вот. Но, растения, которые давали вот именно жир, типа авокадо, таких у нас нет. Ну, в общем-то, можно компенсировать. И компенсировали, так называемые, аксоли. Аксоли, это, если вы возьмете 50 грамм какого-нибудь масла, того же конопляного или там орехового, какого-нибудь берзильского или кедрового, 50 граммов молока орехового. То есть вы раздробите в кофемолке орех, ну, и сделайте молоко с этой пудрой ореховой. Вот. Можете довести до консистенции сливок. Она будет жирная. Вот 50% молочка, 50% масла. Сливайте, солите или сладите. В зависимости от того, что хотите получить. Можете потом это взбить, но предварительно еще туда положив. Если у вас это будет типа майонеза, значит, положите горчицу, положите пару лимонов, долек. Вот. Ну, можете соль. Желательно соль, типа ахиллеса, где калий-хлор присутствует. Вот. И это прекрасная пища, заменитель всех жиров. С ним, с солью можете есть. Что хотите. Салат любой. Любой хлеб, сделанный из разных сортов. Не сортов, а видов. Семян. Гречку тоже самое. Ну, мука, получаемая. И рожь, и пшеница. Ну, все, что хотите. Ну, единственное, что у нас ведь практически все с глютеном, поэтому понятно, что кроме гречки там есть нечего. Вот. Ну, сорга. Сорга исчезла у нас. А еще недавно была сорга. Вот. Ну, это ладно. Главное, что мы должны есть, как можно, так сказать, больше жиров. У нас это отношение, если взять поджелудочную железу за один, тогда в шесть раз у нас больше желудок, и в три раза больше печень. То есть, получается, один, шесть, восемнадцать. Но из-за того, что у нас, в общем-то, вот это извращение питания просуществовало уже практически 200 лет, вот, нам можно только брать не вот это соотношение, а брать отношение... Ну, сейчас ряд Фибоначчи называется, правильно, ряд Яви. Это вот один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один, и так далее. Вот этот ряд, это сумма предыдущих двух членов равно третьему. И так, в общем, этот ряд получается. Это ряд развития в действительности, ряд явления. Почему он назывался рядом Яви? Вот, на этом я сегодня свою лекцию хочу закончить. Вот, сейчас мы, после короткого перерыва, ответим на вопросы. Если совершать тризну и положить человека в склеп по всем правилам, он оживет. Ну, вообще, вот, похоронное дело, там очень все. Жестко. В реальности смерти нет. Вообще, смерть, придуманное понятие. Потому что, смотрите, ну, вот, мышь, холод, она впадает в спячку. Медведь, холодно. Он тоже впадает в спячку. И все животные, млекопитающие, они способны впадать в спячку. А человек, получается, не способен. Неблагоприятные условия, но в основном из питания. У нас же арабское питание. Вот, которое нас делает больными. Потому что у нас поджелудочная железа, которая перерабатывает углеводы на всего 70 граммов. Она маленькая. А на нее основная нагрузка, потому что у нас в основном углеводная пища. В пять раз, в шесть раз ее больше желудок. Мы вообще не получаем белка, практически. А жиров вообще не получаем. А печень, которая их перерабатывает, аж два килограмма. Ну, полтора-два килограмма. В три раза, в четыре больше желудка. Пять. Мы должны жить есть в основном жиры. А у нас все наоборот сделано. Ну, это как раз и создало условия для того, чтобы мы жили там 60-70 лет. Не тысячу. Тысячи – это тоже очень мало лет. Ну, это Библии написали, чтобы мы как бы не дергались больше тысячи, да. Вот. В реальности мы бессмертны. Наш организм бессмертен. Вы говорите, что потоп был менее двухсот лет назад. Тогда почему уже об этом никто не помнит? Одно дело, что стирает память, а потом теперь детям про это не должны были рассказывать. Да нет, рассказывали. Ну, мне рассказывали. Например, бабушка рассказывала про поток, про великое переселение. Где-то в девятнадцатом веке родилась. Ну, ей рассказывали, ее родители. Так что были рассказывали. Просто, ну, кто в это верит? Ну, тем более пацаны. Дети там. Потоп какой-то. Ну, я по количеству, он пятьсот лет назад был. Тоже все недалеко. Ну, и кто про него помнит? Понятно, непрописные. Они-то помнят историю. Вот. Ну, и там ведь еще и какая вещь. Ведь нас же инопланетяне предупреждали в четвертом своем обращении, что нами манипулируют, нами манипулируют, как раз стирая память. Стирая память, навязывая новые представления об истории. Ну, например, вот такие факты. Вот после Пятой революции, да, в Российской империи, ну, это 1905 года, 1905 года, стали ходить эти, ну, их карики, перехожие называли. Вот. Они нам рассказывали про татаро-монгольское иго. У нас же, у нас была готская иго, признанным, да, была варярская иго, признанным. И вот стали нам татаро-монгольское внедрять. Но варярская иго у нас отменили еще до революции. Готская иго, как антинаучная, отменили после революции. Ну, а уже эта монгольская иго отменили в конце 20 века. Но в хронологии раскопали, что это все туфтель. Ну, тем не менее, соответствующие народы зарядили этой идеологии. Они-то ведь думают, что оно все равно было. И они хотят вернуть себе прежние, так сказать, ну, якобы прежние достижения. Не подскажете, из-за каких свой запретили продажу марганцовки? Но вообще марганцовка идет на изготовление взрывчатки. Поэтому ее запретили. Участвуют ли жрецы в вопросах возврата души в наше измерение каких-то важных, нужных деятелей, без запросов их родственников? Согласую это с душой самого умершего. Например, умер генеральный ученый, который много знал и сделал или жрец. А вы возвращаете его душу в этот мир, в новорожденное тело. Как делать правильную тризну? Что им нужно соблюсти? Ну, тризну это для того, чтобы возвратить умершего опять в новое тело. А вот душу тоже возвращают. Значит, там мы тоже пытались это делать. Но я говорю, что у нас тогда так разгромили хорошо лаборатории. Все эти наработки, которые, новые эксперименты, которые там проводились, в общем-то, все было разбомлено. Вот. А мы там делали связь, во-первых, с душами умерших людей. То есть, ну, я рассказывал об устройстве, там был такой магнитофон-тембр. Он и записывал, и стирал одновременно. А поскольку разная частота, у них высокая частота, когда они разговаривают с нами, мы их не слышим. Если слышим только детские голоса, это говорят души наших предков. Вот. Их надо на медленной скорости прокручивать. Значит, нам, чтобы они нас слышали, надо прокручивать на большой скорости. Тогда они нас будут слышать. Вот. И общение тогда может сделать созданным. И, кстати говоря, американцы делали эту аппаратуру. Японцы делали, но недавижу общаться. Хотя сенсация была. Вот. Сделали такой аппарат. Вот. Но мы сделали очень давно. Вот. У нас как раз вот громили когда-либо лабораторию. И в том числе, там у нас был эксперимент по материализации души. Души можно материализовать. Они иногда сами материализуются. Они могут быть в виде маленьких человечков. Вот. А могут приобретать наши размеры. Ну, и вот у меня знакомый. Он, ну, он контактер. Вот. И попросил своих, значит, кураторов, с которыми он контактировал, показать ему тот свет. Ну, показали тот свет. К нему был там представлен гид, который ему показывал все. Она ему очень понравилась. Он спросил у них, можно ли ее вернуть в эту жизнь. Те говорят, можно. Ну, только надо ее согласить. Но он спросил у нее, согласна ли она на это. Она согласилась. Но он ее вернул. Вот. Ну, вернула, конечно, она там какое-то время у него пожила. Поехала потом к своим родственникам. Она погибла в автокатастрофе. А там уже, значит, ну, все ее похоронили. Понятно, что никаких этих, вот. Но она даже не подошла к ним. То есть там уже своя жизнь полностью. Она вернулась к нему. Ну, вот, когда я к нему приехал, да, он же всем говорил, что она инопланетянка. Вот. Но в реальности, да, она, потому что, когда я пришел, ну, я у него бываю, бывал, вернее, периодически, сейчас его сейчас нет уже. Ну, вот, захожу, значит, дверь открыта. Прохожу в комнату, там. Там дверь закрыта, она открывается сама. Потом, значит, это. Появляется, значит, он. Вот. Появляется, значит, она. Ну, и он мне тоже там рассказывает про то, что вот она инопланетянка. Это потом, когда я его уже зажал, фактами, да, что давай ты это, колись. Вот он сознался. Ну, простил, никому не говорит. Ну, сейчас уже можно говорить. Хотя, не знаю, она, может быть, еще не умерла. Он-то был пожилой, товарищ. Я-то был молодой еще тогда. Так что возвращать даже душу можно. И мы делали этот эксперимент. Вот я под действием этого факта. Когда вот пошла та перестройка, и мы очень быстро разбогатели и хотели построить коммунизм в отдельно взятые организации. Вот. Ну, мы стали делать этот опыт. И у нас было все готово к этому, да. Нам надо было только вот большой сосуд с водой. Вот. Но не просто с водой, а физиологический раствор. Мы хотели именно использовать это физиологический раствор и уматеризовать эту душу. Ну, вот не довелось у нас. От этого сосуда так и не появилось. Но мы, собственно говоря, как бы уже знали, где мы его закажем все, но заказа не успели даже сделать. Нам все погромели. А вообще, швабия, они осуществляют, возвращение умерших. Вот именно убитых в Первой мировой войне. Ну, это так рассказывают. Я, в принципе, ну, я не говорю, что это наши агенты, но это люди, которые, в принципе, общаются с людьми. Но принадлежат к швабии. Они говорят, что много смогли жить. У них недаром сейчас 5 миллиардов. Откуда-то они их взяли. И умерших они многих возвратили. У меня на лице кожа, моложе кожи кистей, рук, хотя посуду обащенному моет, посудочную моющую машину. Как обкновить кожу рук? Пилингами, чисткой печени, хлопками. Ну, только не пилингами, конечно. Но чисткой печени, да. А вообще, если вы перекисью водорода смазываете руки, они не стареют. А еще лучше, когда вы, ну, яблочной кислотой смазываете руки или перекисью водорода. А потом еще вечером, например, челоком. Тоже хороший результат. Нашла повесть Целоковского на Луне. Написано, что она фантастическая. То есть, это действительно выдумка. Но Целоковскому уже вправили мозги. Еще он, он, в общем-то, жил-то в 20 веке, в начале 20 века. Вот. И вот мечтал о космосе. То же самое ведь Федоров, он же тоже мечтал об возвращении умерших предков. То есть, умерших можно возвращать. И нужно. И философия общего дела у Федорова как раз была возвращение умерших предков. Найти способ, как это вернуть. У него были очень теплые отношения с отцом. Ну, что вот он, ну, вот придумал такую вещь. Хотя, сам он своим здоровьем вообще не следил. Пил чай, хлеб и все. Это вся его еда. Работал в библиотеке. Но он создал вот космизм, да, течение русского космизма, это зарождение. Было, в общем-то, положено Федоровым. Был еще один Федоров, академик, который очень просто придумал, как можно сделать взрыв в любой точке пространства, не будучи там, бросая какие-то бомбы, снаряды или еще что-то. Чисто, волновым способом. Его тоже нашли мертвым на пороке своей лаборатории. Слушал выступление Штефана Ланки, ученого, доказавшего судей Германии несостоятельность вирусной теории. Он говорил о том, что вопрос водорослей глубокого озера, где он жил, легкие планеты вырабатывают кислород для нашего дыхания. Удивилось, что не леса важнее для соотношения кислорода и углекислогаза для атмосферы. Ну, в принципе, да, океан тоже большую лепту вносит. Особенно вот эти шельфы и вот это 100-150 метров это зона как раз планктона. Планктон он основной у нас в общем-то поставщик кислорода. Правила маленький независимый эксперимент. Я постоянно забывал о многих вопросах к вам, которые крутились в голове во время ваших лекций. Но во время не записалось. Сегодня меня особенно может Пандора попробовала мысленно объяснить ей в любви восхвалить. Так чудо я не то, что вспомнила тему текущего вопроса, который хотел задать, но даже вспомнила давно забытые вопросы. Метод работает, причем в данном случае моментально. Ну, что ж, поздравляю вас. Вы еще раз подтвердили эту находку наших жрецов. я уверен, что мы можем воспринимать потоки органами своими, так и излучать, так как я постоянно излучаю внушая глазами, но пока наделить что-либо запахом и вкусом у меня не получается. Как развить в себе эту способность, а как развить в себе эту способность, если умероназальный орган слаб и не развит вообще, как его стимулировать, хочу изучать. Но у нас вообще замечено, это основа информация от йогов идет, ну и те, кто занимается так давно уже профессиональной йогой. Вот если концентрируется например на кончике языка, то появляется расширение диапазона вкуса. Человек начинает чувствовать едва уважимые вкусовые моменты какой-то пищи. Если концентрироваться на кончике носа, то возникает расширение диапазона воспринимаемого запаха. Вот, а если концентрироваться на вомероназальном органе, который у нас выстилает дно носа, вот, правда не у всех он уже выстилает, у некоторых только одна ямка от вомероназального органа осталась, вот, то он начинает источать запах, мощь источать. Поэтому вот наша мысль, наша энергия мыслей, она много что может преобразовать. И вот эти все концентрации, да, они способствуют этому. Те децы, защищавшие жрецов от уничтожения, действуют или уже не действуют? Вы говорили, что всем покорение уже прошло, если нет, то как перезапустить это защитное проклятие заново? Но оно действует все равно, то есть оно же работает во всей нашей галактике точно, но я думаю и в Вселенной тоже. вот и поэтому хотим мы не хотим оно все равно работает. Другое дело, насколько мы к ней к этому близки, то есть если у нас жречество есть, то оно работает, понятно. А если у вас было в прошлом жречество, ну были родители с жрецами, там в седьмом поколении где-то, ну понятно седьмое поколение оно уже перестает действовать. Вернее оно действует, но вы к этому имейте мало очень отношения, поэтому оно не срабатывает, вас уже можно спокойно убивать, и поэтому у нас эти захватчики, кураторы обнаглели сейчас, они уже сейчас спокойно запустили этот процесс, оставить только миллиард людей. каковы причины возникновения и методы лечения псориаза, экземы, но это зашлакованность прежде всего печени, экземы обычно печень поражается тоже, вот, очистить печень конечно и все пройдет, печень чистит, кастург и большим количеством масла, но еще самая сейчас стали продавать энзимы белковые, вот, их если принимать, то вообще все уходит, дебет уходит, все уходит, у нас в том, что белковое голодание, как сменить систему управления обществом спермида на круговой, как справиться с давлением захватчиков, можно ли обезвредить их, не устраняя физически, так можно конечно, если мы будем сильнее по представлению, у нас же, ну где нам взять вот эту вот огненную энергию, которая была от тех же лучей, например, у нас же нет ее, понятно, мы уязвимы для них, они, ну вот, экзорция, экзорция это вообще название войны, вот современная война, она называется экзорция, и вот в последнее время, ну пока наши предки еще владели чудесными возможностями, была экзорция, а это управление поведением противника, то есть нам навязывали, и сейчас она продолжается навязывание, это, то есть человеку, который побывал в той же Англии, еще где-то навязывают поведение соответствующие ценности, цели, он переформатирует полностью, это вот на примере Зеленского хорошо видно, что он говорил до выборов, что он прекратит войну, любыми методами прекратит, после поездки в Англии, он полностью переформатирован был, сейчас он за войну, до последнего украинца, вообще, если так разобраться, все эти войны до спектаклей в реальности, но люди-то они играют собственными жизнями, надо, чтобы сохранить, во-первых, убийства людей, ну, что в Гавах делать, ну, поэтому делается все, что думаете, кто-то там серьезно думает, что надо победить там, Украину или Россию, нет, думают о том, чтобы Гавах собрать, можно ли вылечить косточки на ногах, холюс, вальгус, или только операция, да нет, там, что прикладывайте, ну, можете помочь ребенка прикладывать, но они обычно рассасываются, чем лечится рассеянный склероз, порядком, вот, в рощах, когда привозят детишек, ну, или взрослых с рассеянным склерозом, которые уже сами не ходят, у них там слюни текут, сопли текут, вот, они сами ничего не делают, не могут, силами поднять руку, приезжает в этот, заезжает коляска в этот, с врущу, да, и человек не просто шевелиться начинает, он встает, ходит, и даже бегает, упорядоченная система, она вылечивает все, поэтому, если вы будете жить по вежам, или по веждам, у вас не будет таких вещей, смотришь на кусочек бумаги, думаешь, думаешь, он все равно не пахнет, неужели можно просто одной мыслью наделить его запахом, неужели это у кого-то получается, да, конечно, получается, вы сказали, что при сдавлении двух атомов углерода получается атом кремния, атомная масса, которая 28, однако, атомная масса углерода не 14, а 12, но там не только, у него же много изотопов, и 14, и 12, и 16, разные изотопы у него бывают, грифон, реальное существо, или только символ, расскажите подробнее, пожалуйста, как сотворили грифонов, и для чего, но у нас ведь много химии сотворили, это своеобразный апоторопей, апоторопей, это то, что отпугивает ненужные ситуации, ненужных людей, но все не нужно, поэтому у нас грифон в тартарии был как апоторопей, почему на автономию одни могут перейти, другие бьются годами, и результатно, в чем тут секрет, дело в том, что у нас это заживание формируется микроорганизмами, которые заселили наш организм, у нас же каждый год где-то 1% тканей заселяется, заменяется микробами, они мимикрируют полностью по ткани, но не выполняют их функции, чисто потребительскую, то есть, они едят, получают иннервацию, получают пищу, получают воду, но все, что необходимо для жизнедеятельности, но функции, которые возлагаются на эту ткань, не исполняют, но зато они формируют наше желание поесть что-то вкусненькое, поесть что-то неправильное, то, что нам не нужно, примеры такие, например, одна женщина на день не могла прожить, любила очень сметану, и вот она начала разгнать солитера, выгнала его, после этого она смотреть не могла на эту сметану, ее рвало от нее, потому что вкус был сформирован этим солитером, то же самое, когда вот те же бактерии, те же микроорганизмы, когда заселяют эту ткань, формируют тоже наши потребности, особенно в мясе, вот, ну, в неправильной пище, пробовали ли вы провести своих детей, внуков, на сырые дни, как следует кормить детей, моим фрукт, мои фруктами и овощами уже не наедаются, приучены к варенке, я сама ем почти всегда сырую пищу, детей пока не пробовал перевестить, там более в садиках их кормят тоже варенкой, нет там орехов, фруктов, овощей, сыры с собой, тоже не дашь, что делать, или свой садик создавайте из подобных, мам и пап, которые, ну, вам подобных, которые согласны держать детей на сырые дни, только правильном сырые дни, потому что, если не будет жира, масла, сырые дни, но он будет сказываться отрицательно на здоровье и вашем, и детей, как можно вылечить косоглазие у ребенка, слышала, косоглазие означает, что сбита ось, ребенок носит на левый глаз, косит на левый глаз, по материнской линии, что-то не так, да, не все так, там косоглазие, оно возникает из-за ослабления мышцы, если работать по методу убийцы, который пропагандирует известный антиалкогольный, так сказать, пропагандист Жданов, то он уволечивается, найдите в интернете, это все не секретно, он ничего не скрывает, поработайте с ребенком, косоглазие уйдет, ни в коем случае не делайте операцию, но еще может быть, что зрение, вот если худ, улучшается зрение, организация мог будет глаз в сторону, вот, надо, чтобы зрение восстановилось, а чтобы восстановилось, глаза, это вообще печень, вот, показатель зашлакованности печень, это острота зрения, на александрийском столбе раньше стояла статуя Александра Невского, а памятник Петру, которому голову другую пределали, тоже Невскому, а конь под ним, боцефал, ну, как они звали, я не знаю, но то, что нам переделали, все это, это точно, сейчас туда поставили ангела, на александрийскую колонну, вот, вместо Александра Невского, ну, по поводу Петра, интересная гипотеза, но ее надо проверять, в позе эмбриона нереально спать, жутко неудобно, если среди ваших последователей те, кто реально ее практикуют, да, кто ее будет практиковать, но есть, которые пытаются практиковать, а если вы всю жизнь не спали, ни с чего вдруг начнете удобно спать, понятно, это только может ребенок, который только что из нее, ну, понятно, это все близко, вот, но ребенка же отвечает от этого, то есть пеленает, пеленать начинает, ну, у нас вообще все, что связано с правильными родами, все неправильно делается, в том числе и вот кормление ребенка коровьим молоком, заражает ребенка ревностью сразу, потому что молоко животного передает свойства животного, раньше давали, если у матери почему-то пропало молоко, там и кормилицу значит, намимали, но обычную женщину остается молоко, вот кормилица она могла давать свое молоко, или брали конопля на семечко, мололи и делали тоже молоко, но близко по составу, химическому, человеческому молоку, поясните детально пожалуйста варности да и лежа, почему при этом не поправляют и в чем польза, во-первых смотрите у нас мы когда сидим да и едим но это кстати говоря только на похоронах так сидели временем вот мы возлежали возлежали то что у нас вот живот свободно когда сидишь поэтому здесь откладывается жир а вот когда лежа живот он под прессом тот жир уже не отложится он или выйдет да или значит будет искать другие места где можно отложиться вот но самое простое понятно что вот этот фартук жировой он задается только в животе в других местах фартуки не создаются вот первый момент и потом когда мы лежим у нас пища там же но этот комок он двигается по пищеводу и пищевод работает когда мы сидим он легко проваливается пищевод не тренируется а вот лежим пищевод тренируется ему надо просунуть пищу да ведь довести ее до желудка и поскольку пищевод но тоже тоже мышца из круговых мышц вот она сильная и синтер который это окончание пищевода он соединяет пищевод и желудок он становится сильным вот мы иногда вот едим там картошку например метр и не можем проглотить там перекрывает он и здесь то же самое он сильный он перекроет вам если вы съели что-то не то мы можем запить а вот тут когда у вас это не запьешь сильная мышца она не откроется это она полуоткрыта всегда поэтому любая пища в желудок попадает влог людей попадает люди всех религий но в основном древне православное но если владимирского православия люди туда могут попасть остальные нет геркулесовые столбы на которых купол держится из какого материала сделаны да из такого же как и купол то есть это легкие прочные но начало конечно фундамент тяжелый вот а потом он легкий постепенно переходит сам купол когда слышат голоса как кто-то разговаривает между собой как радио в пустой комнате это кто может быть это операторы инопланетяне что управляют людьми или другая реальность да это все может быть но живите вживляет вживляет вот эти чипы сейчас чипы сейчас вообще три микрона делают это уже чип то есть всех людей можно пронумеровать если они еще не пронумеровали вот могут быть инопланетяне могут быть швабцы те же у нас много недругов когда я была ребенком во время прогулки в детском суду у меня шла кровь из носа вы говорили что это приживается микрочип каким оборудуем его наличие можно сейчас обнаружить и как из себя вывести надеюсь это все же было по другой причине травму или что-то еще но я не помню удара да нет это микрочип обычный обычное дело многим детям вставляет чипы люди же практически все управляемы дело в том что метод Виктора Рогожкина вот он предложил метод как избавиться от чипа то есть перед сном сказать что я свободный человек что никто не вправе насиловать мою волю и прошу вас убрать вставленные вами чипы меня освободить мой организм от них ну и сделать это и ночью не приходят обычно вытаскивают вы рассказывали о люльках где пара во дворе на дереве что ценно было заключено у них что из-за них убивали людей а люльки уничтожали но вы касаетесь тем которые я вообще не хотел бы освещать у меня есть книга называется я любви там в принципе описано зачем эти люльки были нужны но это вообще для правильных движений нас же все извратили к сожалению да ну понятно что для них к сожалению чтобы у нас ничего не получалось у нас выхолостили все те же самые оргазмы про которые мы сейчас даже не знаем а их много видов вот в основном не связано с женщиной у мужчин только два вида а у женщин обнаружено больше трех десятков вот это вот опять же это все знания 19 века ну и возвратиться конечно к своим истокам своим знаниям потому что именно высшие вот эти состояния приводят к рождению богов мы дали светскую клятву перено а что значит нарушить клятву запрещено обращаться к богам других религий а можно например заходить вандуистские храмы мечети датсаны и другие да можно конечно если у вас любопытство играет в черт не зайти а связь с нашим агрегатом твердая тогда можно хоть хоть что смотреть изучать вникать я не врач он хочется правильно научиться принимать роды это возможно да конечно там особых знаний это и не нужно если нет патологии развития плода женщина руженица должна сидеть на корочках при родах ни в коем случае не езжать на спине чтобы не сделать роды проблемными дальше если там неправильно идет это необходимо чтобы ягодицы были расслаблены у руженицы их надо проверить перед тем как она начнет рожать понятно что лучше сделать это с повитухами сейчас повитух институт снова восстанавливается и они много знают очень интересных вещей но необходимых вещей вот но и не надо пеленать ребенка тоже после родов чтобы он нормальный рос и мог принимать позу эмбриона снова и продолжать свою эволюцию чтобы нас не блокировали его с помощью там прививок тех же самых но нас все блокируют с помощью призывок потом всякого неправильного кормления всякие подкармливания вот будем мыли затрагивать тему как прокалывать уши все просто вот мочка ух это наша голова ну и смотрите куда вы будете ставить иглу потому что можно поставить и поразить например органы зрения да можно поразить там орган воли или еще что-то в реальности для того чтобы этого поражения не было необходимо знать что во-первых прокалывается на момент минимальной активности того или иного центра мозга во-вторых необходимо знать что мы хотим стимулировать мы можем с тем зрения вставлять эти вот шестережки с камушком в определенное время касаемо данного бога а не так что вы одели носите а потом удивляйтесь что у вас болит голова что вас там тошнит там еще что-то все же делается правильно должно делаться правильно но все вопросы больше нет мы с вами прощаемся ну и до скорых встреч вечер